Ныне действующий депутат Госдумы по Сочинскому округу Константин Затулин подал документы для участия в праймере с Единой России по отбору кандидатов в российский парламент 8-го созыва. О своем решении баллотироваться снова он объявил на пресс-конференции, которая накануне состалась в местном отделении партии. Что уже депутат успел сделать для своих избирателей за 5 лет на посту и о планах Константина Затулина на будущее, расскажет Елизавета Червяк. За 5 лет работы нардеп провел 72 личных приема граждан, на которых побывали свыше 2000 человек. Подготовил и направил в различные инстанции около 1500 депутатских запросов, свыше 300 из которых получили положительный ответ. Не все планы удалось претворить в жизни. Тем не менее, за время своего депутатства в 7-м созыве Госдумы ему действительно есть чем гордиться. Нам обращались с тем, чтобы мы решили вопрос строительства школы на Мамайке или, допустим, ввода в строй, уже построенных, но несколько лет стоявших без жильцов, домов для сотрудников МВД в Кудепске. Все это произошло, в том числе и благодаря моим запросам и усилиям. Мы решали проблемы отдельных граждан, которые оказались обманутыми дочками. На пресс-конференцию Константину Затулину пришли немало почетных и уважаемых сочинцев. Они рассказали, почему поддержат его кандидатуру на выборах и за что уважают политика. За то, что он ни условно не расходится с делом, за то, что он, я не знаю, как мне кажется, я примерно так же думаю об окружающей жизни, и я разделяю все эти ценности, и за то, что он большой патриот в Сочи. Во-первых, он наш. Во-вторых, хочу сказать, что человек владеет историей, он очень грамотно все наши проблемы озвучивает. И скажу, что это человек с большим опытом, колоссальным опытом. Ну, учитывая то, что я представляю интересы бизнеса здесь, да, поэтому меня интересует в первую очередь работа с депутатом Государственной Думы по поддержке предпринимательства города Сочи. У нас сейчас есть несколько программ, которые мы с Константином Федоровичем при его поддержке будем притворять в жизнь. Ну, в частности, это, допустим, программа товаропроизводителей города Сочи, гостям и жителям курорта. Сам же Константин Затулин поделился. Решил баллотироваться, поскольку полон сил и желания сделать как можно больше на благо Сочи и его жителей. В планах депутата содействовать строительству на курорте современного экологичного мусороперерабатывающего завода, принятию нового генплана города, развитию бальнеологической базы курорта. Кроме того, депутат намерен продвигать идею принятия федеральной программы поддержки курортных моногородов. И вновь сейчас администрация города, я ее в этом поддерживаю, ведет разговор о необходимости выделения города Сочи как самого крупного и важного сочинского курорта, который нуждается в прямом федеральном финансировании и федеральных программах. Ибо мы за счет того бюджета, который остается городу после перечисления в федеральный краевой бюджет, фактически не можем справиться со всеми необходимостями, которые встают перед Сочи. Напомним, что праймерис «Единой России» пройдет в конце мая, а выборы в Государственную Думу 8-го созыва – 19 сентября этого года. Елизавета Червяк, Александр Киреев. Время новостей.